Добрый день, дорогие друзья! Тема этого небольшого видеорассуждения будет «Защита». И это слово означает «щит», «за щитом» – это укрытие, безопасное место, помощь, спасение. И в защите нуждается каждый человек. Каждый человек нуждается в течение своей жизни, как ребенок, так и солдат, спортсмен, политик, семья, народ. Целая страна нуждается в защите. И поэтому существуют такие службы, как полиция, армия, скорая медицинская помощь, МЧС, пожарные. И все это разнообразные формы защиты. И хотел бы обратиться к одной очень духовной, смешной сказке о трех поросятах, которые были добрыми, но они жили раздельно, друг от друга. И был волк, который облицетеряет зло. И этот волк начал наносить урон одному за другим поросятам. И когда они объединились, когда они стали жить в защищенном доме от зла, то пришел к ним и мир, покой и радость. И эта духовная на самом сказка, она в большей степени не просто для детей, а напоминание для взрослых о том, что необходимо добру объединяться. И добро должно защищаться от зла. И защита бывает как от непогоды, так и врага, болезни, бедности, засухи, одиночества и много-много чего еще другого. Но в любом случае, защита, она делится на две составляющие, духовную и физическую. Вот о физической защите многие люди знают и размышляют. Многие люди покупают очень хорошие двери, замки, сигнализацию, нанимают охрану. А вот о духовной защите мало кто размышляет. Но когда люди ищут духовную защиту, она у многих ограничивается походом в храмы. И это необходимая составляющая. Но надо искать защиту в духовном мире у Бога. И в Библии я хотел бы сказать о том, что есть 11 стихов о защите. И слово «защита» в этих стихах упоминается. Хотел бы привести только два стиха. Исход, 23 глава, 20 стихом. И стоит там следующее. «Вот я, — говорит Бог, — посылаю ангела хранить тебя». Оказывается, Бог посылает защиту человеку в виде ангела. Второй стих, второзаконие, 1 глава, 30 стихом. «Господь Бог ваш идет пред вами, Он будет сражаться за вас». Вот такой убедительный, полный утешение стих для каждого верующего Бога человека. И, конечно же, двери необходимо закрывать. Но защита вся только от Бога. И поэтому оказываются в бессилии и в разочаровании люди, которые надеются на свои мышцы, на свой мозг, на свои какие-то защитные укрепления и мероприятия. И это, к сожалению, происходит. А защита вся, полностью вся защита, как духовная, так и физическая, она находится в Божьих руках. И когда Бог вкладывает в разум и в сердце человека определенную степень защиты, то это может быть и даже так. «Поднимись, переедь в другое место». И даже так Бог может руководить защитой человека, его семьи. Так было, кстати, и с Иисусом Христом, когда Иосифу Бог сказал подняться и переехать на определенное время в другое место и укрыться там. Защита такая необходимая для каждого человека, для каждой семьи, для каждого народа. Просуждайте вы об этом. А я желаю вам Божьей милости, благодати. До свидания.